отлично мы начинаем уже даже не знаю какое по счету занятия значит если уже сбились со счета я лично сбился со счета надо начать какой-то новый цикл потому сезон новый сезон да но мы его начинали то есть это да это очень удобный метод вот который я лично использую это изучать мишли по числам то есть например сегодня 13 число значит сегодня 13 главу можно изучать всего из 31 глава в мишли в притчах и каждый месяц можно заканчивать и то есть эта книга почему именно притчи почему именно притчи я уже объяснял но в принципе как бы это из самое практичное что только может быть самое практичное самое такое начальное самое базовое что может быть для того чтобы правильно выстроить свою жизнь именно в этом мире то есть есть некоторые люди там учат кабалу например да кабала это вот зачем почему куда то есть это такая какая-то глобальная вещь которая абстракт вот как люди изучают абстрактную математику тоже вообще ну вот есть абстрактная математика какая математика то есть которой абстрактная теоретическая математика ну то есть есть какие-то вещи которые не не имеют практического применения такого прямого это то же самое что кабала то есть кабала это это расширяет кругозор причем интересно вот я думал как кабала расширяет кругозор человек живет в какой-то модели мира ну то есть вот реально каждый из нас находится в модели мира которая у себя в голове и все находятся в разных моделях мира и когда человек начинает изучать кабалу он настолько расширяет свою модель мира что она прямо становится безграничным всего как бы в принципе вообще так расширяет что он может потеряться поэтому многие кто изучают кабалу они в итоге теряются вообще теряются и начал я в этой же книге мне чуть-чуть поднадоело вот в этот в эту субботу думал вот я все время такие практичные простые вещи изучаю мишли притчи ну там изучаю практичные вещи очень такой практичный человек приземленный думаю посмотрю посмотрю следующую книгу как раз в это в этой же книге после мишли идет йог книга йога книга areas это очень нет такая это входит в письменную тару там священное писание cruz это письменная тар охнига иова там рассказывается история про праведника йога у которого было все хорошо с ним было настолько все хорошо что лучше вообще не бывает там начинается книгаThese его с того что книга йога начинается с того что вот прям про него рассказывается тура про него утверждают, что жил человек, не просто человек, а Иш, он был настоящий такой человек, в земле Уц. И звали его Йов. И он был там в Яшару. Он был там, это честный. И Яшар и прямой. То есть он был не просто честный, он еще был честный и прямой. И он еще в Ираилу Тим. И он боялся Бога. То есть бывает же человек честный и прямой, но его система честности и прямоты, она может быть не от Бога. Например, там есть люди, вот воровские понятия. И там самые, которые живут по понятиям, они тоже считаются по воровским понятиям честные и прямые. Ну, но по той системе, которая, если он где-то там что-то кого-то обманул, ну вот по их системе, то его уже не уважают. Так бывает, что человек честный и прямой, но система не божественная. То есть он по той системе идет правильно, но сама система неправильная. А Йов написано, что он был честный и прямой, и боялся Бога, в Исар Мера, и он во всем отходил от зла. То есть он мало того, что он был честный и прямой, но он еще и старался на всякий случай перестраховаться, еще отойти от, в общем, малейшего такого, ну, чтобы была ассоциация со злом. И дальше рассказывается его история. То есть в этом, по сути, в первом дается как бы раскладка по Йову, что Йов был по законам этого мира полностью совершенный человек. То есть он полностью был совершенный, у него было все хорошо. Семь сыновей, три дочки, самый богатый человек Ближнего Востока, все его любили. То есть он был вообще полностью, ну, вот, стопроцентный. Теперь следующее начинается, следующее предложение. Значит, и было в один из дней, а Йом, это обычно, когда говорится в один из дней, это имеется в виду Рошашана. Рошашана – это день, когда судится мир. И было написано, в этот мир, в этот день и пришли в Ней Айлатим, пришли сыны Бога. Сыны Бога – это те, ну, там, мы как называем обычным языком, мы называем их ангелы. Это те силы, которые, ну, напрямую взаимодействуют с Богом. Мы их называем просто ангелы, хотя, ну, как бы, может, это не ангелы. Ну, то есть это просто название. Но есть Бог, Творец мира, есть первый уровень общения с Ним. Это принято называть ангелы. И они пришли перед ним, то есть все мироздание, как бы, ну, происходит такая, как, ну, проверка, может, я не знаю, как это назвать. Но в Рошашана происходит, как бы, оценка всего процесса, который происходит. И на базе тех действий, которые делают люди, и на базе их мысли о том, что они собираются делать, выносится какое-то на небе решение, постановление, в каком контексте это все будет происходить. Это Рошашана, день суда. И вот написано, пришли вот эти вот сыновья Бога, это имеется в виду ангелы, предстали перед Богом. И написано, и пришел также Сатан среди них. Сатан, это тоже один из ангелов, это основа зла. То есть, так как Бог добро, и он мир создал для добра, но он хотел сделать систему испытаний, систему такую, где есть искушение, испытание, наказание, а сам он добро. Так он создал источник зла, это вот этот Сатан, тот, кого называют Сатан. И пришел Сатан среди них, он тоже один из ангелов, один из этих мощных сил, вот этих вот, которые напрямую как взаимодействуют с Богом, но все остальные, они как бы исходят из Бога. А Сатан это отдельная структура, которую Бог создал, но это не как бы не из Бога, потому что Бог это добро. В общем, был Сатан написано, поэтому написано, и пришел Сатан среди них он был. Он не был один из них, он был среди них, то есть он как бы, ну, отличался от них, скажем так. Да, и сказал, и сказал Бог ему, Сатану, ну, откуда пришел ты? И сказал, он говорит, я и бил по земле, и ходил по ней. Почему написано, и бил по земле, и ходил по ней? Потому что бил по земле, это если есть резкая потребность в причинении зла. Например, один злодей убил другого, и теперь надо убить злодея. То есть это неестественный ход событий, тот выбрал убить, этот выбрал, ну, и должно прийти на него теперь наказание. А ходил по земле, это естественный ход событий, потому что зло в этом мире присутствует в виде смерти, в виде болезни, в виде, ну, естественных каких-то процессов, которые приводят живое к смерти. И он говорит, я занимаюсь своим делом, то есть я занимаюсь естественной смертью, я занимаюсь наказанием в случаях, когда это наказание требуется. И сказал Бог Сатану, ну, что говорит, а видел ты раба моего Йова, что нету такого на земле, вот, к нему не зацепишься. То есть он вообще там в Яшар, и он, опять Бог про него повторяет, что он говорит, он там, он такой честный, чистосердечный, Яшар прямой, боится Бога, в Исар мира, и он отодвигается от зла. И Сатан, написано, что он, как бы, ну, в Ая-Ан ответил ему, вдумался в то, что Бог сказал, и сказал, а разве он бесплатно, то есть Ахинам это, ну, бесплатно, бескорыстно ли он боится Бога? То есть, а разве он это делает, и чистосердечно, действительно, потому что он боится Бога? А может, он говорит, смотри, ты же его защищаешь, и его дом ты защищаешь, и все, что ему принадлежит и относится, ты защищаешь, и благословил ты все дела его рук, и его стада, они прямо распространяются по земле. Он говорит, может, это здесь дело просто в такой же материальной его заинтересованности, как у всего мира, только у него она выражается в том, что он делает добро, чтобы получить материальное, то есть, его, как бы, на самом деле, устремление не к духовности, не к Богу, не это самое. Он говорит, он такой же, как все остальные, просто он нашел, что ему для того, чтобы больше всех зарабатывать, больше всех иметь, быть более спокойным, чем все, ему выгодно тебе служить, и все. То есть, это, как бы, его корень, возможно, сказал Сатан, именно в том же, в том же, что, ну, является моей юрисдикцией, да, вот эта вот материальность, вожделение, желание, ну, все такое материальное. Может быть, он из-за этого тебе служит. Ну, и дальше начинается история, Бог ему говорит Сатану, хорошо, давай проверим. И начинается дальше история, как он начал, Йова проверяет, и как, я закрыл на этом месте. Я закрыл, дальше я не стал дальше изучать, почему? Потому что человек, он живет, опять же, живет в своем мире, в своем, ну, вот в этом модели мира. Теперь в этой модели мира, каждого из нас, есть у кого-то больше опасности, у кого-то меньше. Чем это объясняется? Это объясняется набором опыта, прошлого опыта. То есть, тот, у кого было в опыте много опасностей, зла, неприятностей, ну, и чего-то такого, он, естественно, в его модели мира этого много. Он этого может истерегаться, опасаться, ну, и так далее. Теперь, есть такой закон, это было написано в Перте-Авод, в Перте-Авод есть Мишна, что, значит, Мишна такая, что, в общем, человек, мир похож на магазин. И каждый приходит и берет то, что ему нужно из этого магазина. И хозяин магазина, он записывает в долг, он, ну, то есть, ты можешь взять, даже не заплатить. Но потом, написано, ходят габаим, ходят сборщики, как бы, долгов, и человека спрашивают, и есть там такая фраза, Меда-Ато, вышло Меда-Ато. Знает он, что с него спрашивают, или не знают, что с него спрашивают. И вот, я видел комментарий такой, это Любовичский Рэбэ, он говорил, что, в чем объясняется, что с человека спрашивают его долги, Меда-Ато, вышло Меда-Ато, знает он об этом, или не знает. Значит, очень важно, насколько будет человеку наказание за то, что он сделал, ну, расплата, по мере того, насколько он знает и понимает сущность своего поступка. То есть, одно дело, когда человек искренне думает, что он делает добро, и при этом он делает зло. Ну, например, возьмем, там, какая-то ситуация, какой-нибудь, там, идеалист, я не знаю, Робин Гуд. Вот он, идеалист Робин Гуд, коммунист такой, настоящий, старая закалка. И он, реально, он верит в то, что капиталисты угнетают простой народ. И надо у капиталистов все забрать и отдать. И он, реально, такой вот идеалист, он в это верит, он в это, ну, как бы, такая у него идея. Это один случай. Другой случай, когда, когда он же делает все то же самое, но на самом деле он хочет себе награбить, там, побольше, ну, себе награбить, и еще ему он, там, какой-нибудь садист тайный. Теперь, как узнать? Как узнать? То есть, человек сам себе может рассказывать все, что угодно, но показывают ему, показывают ему похожую ситуацию с неба, когда он кого-то другого начинает судить. То есть, ему показывают кого-то, кто делает похожие вещи. И он в этот момент, когда на него не действует, знаете, вот это вот есть народная мудрость, что человек видит в чужом глазу бревно, соринку в чужом глазу видит, а в своем бревно не замечает. То есть, когда человек смотрит на себя, он, ну, как бы, слепнет и глохнет. Но когда он смотрит на других, он тут же начинает эту же ситуацию, он начинает судить ее, ну, очень жестко. Вот, например, например, Россия, вот возьмем сейчас, осуждает Израиль за то, что Израиль действует так против, ну, против палестинцев, да, против Хамаса. Теперь, и в то же время Россия поддерживает такой же Хамас, грубо говоря, здесь. Но это не двуличная тогда получается позиция, это последовательность. Это последовательность. То есть, если бы они осуждали тут и не осуждали там, ну, то есть, каждому показывают, здесь там политика сложная вещь, я толком в ней не понимаю, не слежу за событиями. Но обычно человеку показывают, вот, показывают кого-то, кто делает точно так же, как делает он. И он, когда судит другого, он видит в чужом глазу соринку. И он четко рассказывает свое знание и понимание, как сказать, тяжести преступления. И в этот момент, естественно, на него включается такой же суд. То есть, та мера, которую человек судит, той же мерой меряют ему с неба. Теперь, получается, из этого, ну, что можно из этого сделать, какой вывод? Что меньше знаешь, лучше спишь. И когда вдруг начинаешь задумываться, что может быть, что ты будешь и праведнее, как Йо, и в то же время на тебя может прийти расплата, то в этот момент, ну, как бы, модель мира, она становится, ну, вообще непонятная. Вообще непонятная тогда. То есть, пока ты живешь в модели мира, ты делаешь правильные вещи, получаешь от Бога награду. Вот есть правильные вещи. Делаешь правильно, получаешь награду. В этот момент есть мотивация, есть правильность, есть... И... То есть, Каббала, книга Йо, которую изучают, это как раз в ней, и скрыты все тонкости вот этого вот высшего суда, когда уже Бог выходит за рамки системы и говорит, а вот будет вот так. И та система, по которой он Йо во все время защищал, награждал, охранял и вознаграждал, тут же сам же Бог эту систему меняет. То есть, это уже такой уровень, на который, ну, на который, в принципе, пока мест еще не закончено обустраивание уровня простого и понятного, ну, такого жизненного уровня, незачем выходить, я считаю. Это лично мое убеждение. И поэтому мы возвращаемся к Мишле. Хотя вещи простые, и никакой в них нету мистики и философии, но если делать эти простые и правильные вещи, то, в общем, полнота жизни, ощущение жизни, я думаю, что будет выше, чем при изучении каких-то таких мистических глубоких вещей. Хотя, например, если... Как тебе сказать? Коста. Вот если Коста мистик, то ему все мои вот эти рассуждения, они интересны. То есть, есть люди, которые родились мистиками. Они родились мистиками, их вообще не интересует материальность, они видят мир совершенно в другой, ну, в другой плоскости, в другом разрезе, и вот просто они мистики. Такие люди тоже есть. Хорошо. Поэтому давайте вернемся к Мишле, которая выстраивает нам простые-простые понимания, что и как делать. Значит, сегодня я еще как раз 13-ю главу не успел хорошо так проучить, поэтому мы сейчас разберем конец 12-й главы. Там есть очень важный для сегодняшнего дня, очень важный такой 25-й отрывок, да, в 12-й главе, 25-й отрывок. Значит, там написано, как раз очень сейчас очень много людей волнуются, реально волнуются. Здесь, в Израиле волнуются, во всем мире. Ну, я не знаю, как во всем мире это, как бы, в Италии, вот я был недавно, вроде в Италии не волнуются, это не как, спокойно. Но в Украине, в России, в Израиле сильно волнуются, да, потому что ситуация вообще непонятная, и куда она идет вообще, ну, как бы, война, это самое страшное, что может быть, скоро говорить. Вообще страшнее войны ничего нет, потому что, когда начинает действовать война, уже все остальные там законы, рассуждения, они все молчат и не нужны. Но видно, когда данный решут вот этому, когда дано разрешение ангелу, который уничтожает, ему дано, ну, дано разрешение уничтожать, то дальше уже все там заслуги, праведник ты, неправедник, это уже не важно. Он идет по улице и косит всех. Косит всех. Поэтому лучше, чтобы не доходила ситуация до момента, когда вот этот ангел-уничтожитель идет и косит всех, потому что тогда никакие заслуги могут не помочь. Но пока миссии этой ситуации нет, ее может и не быть. В принципе, ее может и не быть. Но люди волнуются, волнуются сильно. И вот что нам советует Мишли, что нам советует Шлома Меллах в этом случае. Двадцать пятый отрывок звучит так. Даага болев иш яшхена. Он говорит, если есть у тебя даага. Даага это, ну, волнение такое, да? Даага это волнение. Если есть даага в сердце человека, он ее яшхена. Яшхена объясняет нам, что ее нужно опустить вниз. То есть ее нужно, яшхена, опустить вниз. И второе есть объяснение яшхена, это от корня ясххена до ато, отвлечься. То есть или ее нужно убрать вниз, или отвлечься. И дальше продолжение выдавартов и самхена. А вещь хорошую надо ей радоваться. Вот такой рецепт. Значит, что это значит? Вот здесь у человека даага. Он думает, вот я сейчас, значит, что же делать? Думает человек, что дальше будет? Вот я вчера читал пост, девочка одна из Одессы. Она пишет в Одессе 60% первых этажей сейчас подается, ну, написано, сдается в аренду или продается. Ну, то есть бизнес, как бы в Одессе она так переживает. Бизнес в Одессе, вот, в очень тяжелом положении. Пишет эта девушка в фейсбуке. И она переживает, потому что, как бы, экономическое положение страны, оно очень на всех влияет. То есть, когда в стране меньше денег, и люди меньше тратят денег, то это касается всех. То есть, чуть раньше, чуть позже, но это касается практически всех. Теперь, ну и так далее. Много поводов для ДАДИ. Так что делать? Значит, яшкена, это убрать ее вниз. То есть, убрать вниз, как убрать вниз. То есть, тут же прямо это самый простой способ понимания этого совета. В ДАВАР ТОГЭ САМХЕНА поменять местами. То есть, человек не может одновременно думать над несколькими вещами. Он может думать или о том, как все плохо, или о том, как все хорошо. Думать одновременно о том, как все плохо и как все хорошо, ну, очень затруднительно. То есть, голова так устроена, что мышление размышляет над поставленной задачей. Если я сейчас начинаю размышлять, как все плохо, одно за другое, одно за другое, одно за другое, я могу прийти, как, ну, к любым самым плачевным выводам, вспомнить и про смерть, и про там, ну, про все, что угодно можно вспомнить. Теперь, ДАВАР ТОГ и САМХЕНА, а вещь хорошая будет радовать. Мне нужно вместо этого поставить какую-то другую, ну, начать раскручивать другую какую-то идею, но позитивную. Например, какую можно позитивную идею раскручивать с ситуацией в Украине? Что все-таки идет Украина же в ЕС, правильно? И в Европе хорошо. И Польша, ну, вообще прекрасно себя чувствует, правильно? И, в принципе, и Грузия нормально себя чувствует, да? В принципе. И как бы то ни было, все равно ситуация намного лучше, чем 20 лет назад. И лучше, чем 30 лет назад. И даже в этой ситуации, если вдуматься в какие-то личные другие аспекты и поискать, то можно найти в личной сфере какую-то радостную вещь, над которой стоит думать, и ей уделять внимание, и ей радоваться. То есть, это как бы самый простой путь, чтобы поменять то, над чем ты думаешь. Взять вещь, которая не негативная, которая тебя волнует. И если ты не можешь с этой вещью ничего сделать, то ты начинаешь вместо нее просто думать вещь, которая тебя радует. И все. То есть, ты выбираешь, над чем думать, и задав себе как бы в поисковую строку своего мышления новую тему, ты над этой темой думаешь. Теперь второй вариант – это Ясхена. Ясхена – это можно еще вот эту вот вещь, от которой ты волнуешься, ее можно, Ясхена – это сиха, обсудить. Значит, дает это, по-моему, Брестеров, он дает такой совет. В этом случае Ясхена поговорить с умными людьми. То есть, опять же, я по себе замечал, поговоришь с одним человеком, как ситуация, он тебе все объяснит, вроде смотришь, хорошая ситуация. Тут же поговоришь с тем-то другим. Он тебе тут же все объяснит, все на самом деле не так. Как оно на самом деле? Непонятно. Как мы уже знаем, каждый живет в своей модели мира. И один рассказал свою модель мира с огромным количеством непроверенных фактов. То есть, любой рассказ, когда человек рассказывает какую-то историю, в ней 99% непроверенных фактов, на которые он может ссылаться самым уверенным видом, но если копнуть, где цифры, где факты, где замеры, то окажется, что их очень мало. Значит, Ясхена, поэтому надо разговаривать с людьми, которые позитивные, умные. И опять же, как мы уже знаем, что человек видит в своем глазу, в своем глазу он видит, в чужом глазу он видит соринку, а в своем бревно не замечает. Значит, если я сейчас боюсь и волнуюсь, для меня это может ситуация быть очень какая-то пугающая и проблемная. Но когда человек спокойно со стороны посмотрит на эту же ситуацию, он может ее разложить в 3 секунды, чтобы все спокойно. То есть, он в этот момент, он не волнуется. Когда я смотрю на чужую проблему, то я спокоен, и я могу адекватно о ней рассуждать. Когда он смотрит на мою проблему, то он может адекватно о ней рассуждать. То есть, это тоже очень надо помнить. Значит, вот что советует нам Шлома Амелхи, если подвести итог, то если есть какое-то волнение, первое, что нужно сделать, это порадоваться чему-то другому. Второе, что нужно сделать, это поговорить с умными людьми на эту тему, и все. И как-то проблема разойдется каким-то образом. Разойдется. Есть в Талмуде такая история, что когда на свадьбе, на свадьбе очень сильно радовались мудрецы, сильно-сильно они радовались, сильно они радовались. И пели песни. И тут один из мудрецов, а это было дело в Вавилоне, дело было в Вавилоне, один из мудрецов говорит, что написано, что пока разрушен храм, нельзя радоваться сильно. Полную силу нельзя радоваться. Как можно радоваться вот этим вот вещам таким? И он попросил другого мудреца, чтобы он спел песню какую-то. И он запел песню, говорит, ой, Лана, ой, говорит нам, что вот мы умрем. Мы умрем. И говорит, вообще вся эта радость-то, она куда радоваться? Мы же все умрем. Раньше, позже, но мы все умрем. А второй говорит, я знаю, что хуже этого есть еще. И говорит, что ой, всем нам, мы все умрем, а еще хуже, что мы умрем, если без добрых дел, без сторож, то нечем будет прийти на следующий мир. То есть умрем полностью. То есть можно умереть физически и не умереть духовно, перейдя в следующий уровень. А можно умереть физически и умереть духовно. Ну, то есть, а духовно ничего и нет. И они в этот момент нас научили тому, что даже на свадьбах нельзя сильно радоваться. И вот на еврейских свадьбах момент свадьбы, самая большая радость, в этот момент разбивают стакан. Вот этот вот обычай разбивает стакан. Это как, причем, ну, принято разбивать крустальный, дорогой стакан, чтобы не сильно радоваться. То есть это в память о разрушенном храме, о том, что в этом мире не может быть полной такой настоящей радости, потому что она в любом случае временная. То есть любая радость в этом мире, она, ребенок родился, он уже приближается к смерти. То есть любая радость, которая здесь есть, материальная, она очень такая кратковременная и приходящая. И поэтому даже вот есть такая заповедь, что в доме, когда заходишь в дом, делают кусок стены прямо напротив входа, делают его без штукатурки, такой вот, ну, чтобы была стена такая кирпичная, ну, вот, чтобы была кладка в память, опять же, о разрушенном храме, чтобы не было такой весь аккуратненький дом. Но сейчас, правда, делают вместо этой куска разрушенной такой простой кладки, как надо сделать, делают, вяжут такую картину красивую, в хрустале, там такая кладочка. Ну, то есть, люди все равно ставят центром своей жизни именно этот мир. Теперь, дальше, в 28-м отрывке этой же 12-й главы, говорит Шлома Амеллах, это последний отрывок в этой главе, в 12-й, он говорит такую вещь, он говорит Борах, Дздака, Хаим, он говорит на пути Дздати, милосердия, это жизнь, то есть, путь к жизни, он идет через Дздаку, через милосердие. Когда человек, он помогает другим, когда он живет интересами других, опять же, не просто, исходя из своего какого-то понимания, кому надо помогать, кому не надо помогать, а он присоединяет эту помощь к духовности, к Богу. Если он выполняет заповедь Бога, и он занимается Дздакой, милосердием, кстати, вот интересное тоже, у мусульман Дздака, вот это милосердие, это одна из пяти главных заповедей, и они очень много помогают, у них это тоже, они живут, в принципе, по тем же законам Бога, мусульмане, по которым живут евреи, смысл войны вообще непонятен, мне лично абсолютно непонятно смысл вот этих всех военных действий, верят в одного Бога. но я сейчас говорю про про религиозные да не, но какие религиозные, ну то есть религиозные, зачем религиозные мусульмане воюют с религиозными евреями, ну в принципе, зачем, смысл, то есть непонятно, полностью непонятно, да не нужна им земля, сколько там той земли, то есть мне кажется, что это полное непонимание, просто вот непонимание и все. Вообще, ну, моя личная теория, что воюют не народы, народы вообще не воюют, воюют лидеры, то есть есть какая-то вот, какая-то каста, не каста, какая-то, ну, как сказать, порода, порода людей, которые стремятся к власти, они вот, как Наполеон, там, Дитлер, может Путин, может быть, там, Янукович и так далее, то есть есть люди, которые, вот, они стремятся к власти, им нужна власть, и они, то есть их суть, которая помогла, помогает им выбиться наверх, по головам, проходя, то есть они такие воины, бойцы, и когда они добиваются уже до власти, они умеют только воевать, и они вот, те люди, которые пришли к власти, они же эти все воины делают, простым людям никому не надо воевать, ну, то есть никому не надо ни в одной стране, просто людям, Вот скажи, вы хотите умереть пойти? Нет. Ну их посылают. Есть эти лидеры, которые, они как раз и называются власть, они эту власть, ну они умеют держать, умеют управлять людьми. И они продолжают дальше реализовать свою программу, которая в них вшита, которая им помогла пробиться к власти. Вот это, мне кажется, единственное такое, ну объяснение. Если бы на сегодня собрались вот эти все лидеры и сказали бы, все, войны не будет, вот не будет, народ бы ничего не сказал. Народ хавает любое правительство, которое есть, ну практически. То есть, опять же, нету других лидеров, которые поднимут народ против этого же правительства. То есть любое восстание, любая революция, она все равно идет через этих же лидеров, которые только они занимают власть, они дальше продолжают этой властью, ну, воевать. Но давайте, но Тора нас учит, что это все бесполезно и бессмысленно и неважно, потому что в любом случае злодеи будут наказаны и не будет у них грядущего мира. И на самом деле, как бы, то есть, то, что мы здесь изучаем, это картина мира, в которой живет религиозный человек, она полностью отличается, в ней есть, ну, совершенно, как, ну, другой контекст. Да, то есть, все вот эти вот материальные, там, вода, не вода, какие-то земля, не земля, деньги, не деньги, это небольшая часть по сравнению с духовной жизнью, духовным ростом, грядущим миром и так далее. И религиозный человек, а мы здесь религиозные собрались, ну, раз собрались, так, по факту религиозные, все, кто это слушает в интернете, человек религиозный или который хочет жить в религиозной концепции, он, первое, что он принимает для себя, что есть Бог, который всю эту систему создал, без веры в Бога, который творец мира и создатель, как бы, вся эта концепция не работает. Второе, что Бог сказал, что делает. Третье, что есть получение награды в духовном мире. И уже четвертое, что в этом мире, который является только инструментом для духовного роста и для духовного мира, в этом мире, если ты живешь честно, правильно, помогаешь и так далее, то у тебя много баллов и, возможно, ты в этом мире будешь себя хорошо чувствовать. Возможно. Но не гарантированно, потому что если в этом мире побеждают злодеи, то жизнь теряют все, даже самые большие праведники, но утешительным является то, что жизнь теряют все в любом случае. Исходная предпосылка, что все по-любому умрут. Поэтому заниматься только делами этого мира глупо и бессмысленно. И вот здесь, в 28-м отрывке, 12-й главы, Шлома Меллах, самый мудрый злодеи, царь Соломон, нам говорит, «Бе орах дзда ка хаим». Он говорит, «На пути милосердия – жизнь». То есть, если идти по пути милосердия, быть добрым. Сейчас. Вот прямо объясняет нам Мецеда Давид, что тот, кто идет по пути дзда ка хаим, найдет жизнь. И дальше он продолжает, «Ведерах нитива аль мавет». А на пути давания, когда человек дает, нету смерти. Значит, что значит «на пути давания нету смерти»? Сейчас мы знаем. «Бедерах нитива цдака лоинца и домавет векафель давар бемилот шенот». Значит, Мецеда Давид говорит, что он просто удвоил, настолько это важно, что он просто другими словами сказал нам то же самое. Но я видел объяснение чуть-чуть другое. Значит, объяснение Малбима, есть такой вот, ну, великий мудрец, он объясняет каждое слово. Он говорит, вот здесь используются три слова, которые, каждое из которых обозначает путь. Значит, первое – это «орах». Орах, он говорит, это широкая дорога такая, автобан. «Беорах цдака хаин» – на пути, вот на автобане «Милосердие» – жизнь. «Ведерах нитива» – Альмавет. А на «дерах» – это от автобана отходят дороги уже к населенным пунктам, по которым уже ездят, ну, как бы, меньше-таки, небольшие дороги. А «натив» – это тропинка, по которой может только пешеход идти, один человек. Вот здесь три, как бы, вида пути. И вот из этого, понятно, написано… А вот тут, кстати, противоречие. То есть, если «орах», он шире, чем «дерах», есть такой вот, тоже в Мишле, есть пасук, это у меня один из самых любимых. Написано так, «Беколь драхеха деегу» – на всех драхим, вот на… Ну, «дерах» – это как городская дорога, если по этому объяснению. «На всех путях познавай его в уяшер архатеха» – и он твои дорожки выпрямит. То есть, смысл этого предложения такой, что если ты будешь познавать Бога на всех крупных путях, то есть по-крупному, когда есть вот важное решение, там, ну, какое-то вот реально важное решение, если ты в этом важном решении, ты руководствуешься выбором в сторону Бога, то Он выпрямит все твои маленькие дорожки. То есть, как бы, после важного решения есть еще там десяток, ну, от Него исходящих путей. Так если ты в важном руководствуешься Богом, ну, что Бог от меня хочет, там, и так далее, то тогда Он выпрямит твои дорожки, все остальные на маленьком. Но там, если тот же Малклим объяснял, что дырых больше, чем вот этот порох, а тут наоборот написано. Ну, в общем, смысл в том, что человек, который идет по тропинке, он говорил, что по тропинкам шли вот эта Натива Аль-Мавет, тропинка, по которой идет человек уже сам один, и там нет смерти, он имел в виду, здесь шло Мамеллах таких людей, как Илья Аванави. То есть, были люди, которые вообще не умирали. Илья Аванави, он поднялся живой на небо. И были люди, которые настолько, они преодолевали свою человеческую природу, что они живые уходили в духовное пространство. И, ну, то есть, что значит, они живые переходили в духовное пространство? Как они преодолевали свою природу? Природа человека – это, ну, в человеке соединено животное, как бы животное тело и божественная душа. То есть, тело животное, оно материальное такое, запрограммированное животное, инстинктивное. И они преодолевали вот эти вот все свои инстинкты. Как они это делали – непонятно. Но вот были такие люди, как Маше Рабену, например, да, Моисей, который полностью он мог соединиться с Богом, потому что у него не было своего «я», своего эго. То есть, он каким-то образом убрал или убирал свое эго. И что такое эго тогда, надо понять. Эго – это, вот, например, я недавно разговаривал с одним человеком, который сделал тшиву. То есть, он стал религиозным. Значит, он раньше был нерелигиозным, этот человек. И он, когда был нерелигиозным, он жил определенным образом жизни, в определенной среде, с определенными людьми, с определенной манерой поведения и так далее. И вот он говорит, я, говорит, иногда, иногда, вот смотрю сейчас на себя религиозного и удивляюсь. И удивляюсь, вот, как вообще я могу так, так, ну, вот так ходить, там, так разговаривать и так далее. Он говорит, я иногда смотрю на себя религиозного, вот, как бы со стороны, и удивляюсь, ну, каким я стал. А иногда, говорит, я вспоминаю себя, ну, таким, каким я был раньше, и думаю, как я таким мог быть. И когда он это рассказывает, он, ну, то есть, он иногда переходит, его я, переходит в формат его старого, и тогда он новый, уже, ну, человек, который соблюдает заповеди, который живет в мире Торы, когда он новый, он кажется себе же чужим, но его, как бы, я, его точка сборки, там, это называют, его самоосознание, оно, вот, на сегодняшний момент, оно ходит, иногда он, он такой, как сегодня, и я это, вот, сегодняшний я, ну, вот этот человек рассказывает. Я смотрю на себя раньше, каким я был, на вот этот набор штампов, моделей, ну, представления о мире, моделей поведения и так далее, и думаю, как я мог таким быть. На самом деле, где его я, вообще непонятно. То есть, у него есть две виртуальные какие-то личности, да, одна, которая была раньше, одна виртуальная личность, которая новая, которую он сейчас построил, ну, исходя из законов Торы, и он, он между той и той, то есть, он периодически его уносит туда, периодически его уносит сюда. Теперь, Мошер Абену, он, у него вот этого я, у него вообще его не было, то есть, у него этой виртуальной личности не было, и он, поэтому, был с Богом, как, как, написано, как с Паклярия Мейра, то есть, он был, как прозрачное стекло, и Бог через него передавал, говорил, там, с другими людьми. Такой же был Авраам, Авраам Авину, был, написано, что он про себя говорил, Маани, он говорит, что я Афар Вейфер, что такое я, он говорил, прах и пепел, я вообще нет, что такое я. Причем, так интересно, ну, изучаешь Тору, когда читаешь, там, Авраам, вот, Авраам, он услышал голос Бога, и Бог ему говорит, «Лэф лэхамер цеха, иди себе там из своей земли, из своего города, из дома отца своего». Я как-то в Ютьюбе набрал Авраам, в Ютьюбе поиск, и там фильм про Авраама. Американцы сняли фильм про Авраама, вот история, как он услышал голос Бога, и так интересно, как, ну, когда это читаешь, я, например, я не представляю в картинках, у меня нет такого, что я внутри представляю то, что я читаю в картинках, но здесь фильмом показано, как Авраама, вот он приходит к своему отцу и говорит, «Мне был голос Бога». Отец говорит, слушай, говорит, ну, ты вообще как, нормальный? Какой голос Бога? Он говорит, нет, он, а какой он этот Бог? Ну, я, был мне голос. Он говорит, а какой он? Ну, откуда голос-то? Он говорит, ну, вот как-то я понял, что этот Бог. Он говорит, какой Бог? Бог, который создал небо и землю. А как ты, откуда знаешь? Понял. И вот, вот этот вот Бог, который создал небо и землю, он в нем проявился, и он ему говорит, вдруг, уйди из дома своего. И он приходит, а в то время это были дети-жлюги, это были кланы, ну, вот такие, похлеще, чем сейчас. Вообще дети были. То есть мы сейчас живем в каком-то мире, а там человек знает, что такое ООН, там, какой-нибудь, там, ну, знает какие-то слова, там, понятия. А раньше они были реально дети, они кроме своего вот этого поселения ничего не видели. И они, тут придет кто-то, то есть они все время жили в режиме в таком, что сейчас тебя схватят и съедят. Не просто убьют, а съедят. То есть Александр Матидонский, он приходил, когда он снимал, это просвещенные Греки, это уже не времена Авраама, это уже более-таки современные времена, он заходил в город, снимали шкуру со всех, что говорите, этот Чендисхан тоже самое делал, с живых снимали шкуру, наколы одевали там, ну, то есть, это у них была такая норма вещей. 300-400 лет назад самые популярные были развлечения, это публичные казни. Даже сейчас вот в Ираке или в Иране публично сжигают, например, гомосексуалистов по 20-30 человек, вот говорят, там, цивилизованный мир, давайте дружить с экстремистами, с исламистами, они берут, сжигают публичные казни сейчас в Иране, в Ираке, во всех этих местах. В Сирии он публично там печень съедает врага своего. В Ютьюбе тоже, да. В общем, очень все непросто, очень все непросто было в то время. И тут Авраам в то самое время, он говорит своей семье, своему клану, своим родителям, брату, он говорит, я сейчас ухожу, уйду, куда идешь? Мне Бог потом скажет. Вот, ну, как бы вы восприняли сейчас, вот, если бы кто-то вам сказал из ваших, там, родственников, я услышал, да, явно, то есть, но он пошел, и он реально слышал, причем он слышал этот голос, и голос его, Бог его проверял, Бог его проверял. Он ему говорит, я тебя сейчас приведу в землю, которую отдам тебе, все будет твое, размножит тебя, твое потомство. Он идет в эту землю, и в этой земле начинается голод. Реально начинается голод. Он, значит, не зная дальше, что делать от этого голода, идет в Египет. В Египте у него жену забирают. Потом уже в Египте, конечно, после того, как случилось это чудо, и у фараона, ну, Бог вытащил Сару от фараона, и когда уже, ну, это было такое первое явное чудо, тогда уже, конечно, после этого, после этого уже можно понять, как он, этот голос, как он верил, там, и так далее. Но до этого, все вот эти моменты, когда он находил из дома, когда непонятно, то есть, и вот этот голос, он его, Авраама, он его все время проверял, 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 и в конце он ему ставил вот эти вот вообще задачи, ну, непоследовательные. То есть, он все время, Бог против жертвоприношения, против убийств, за добро, и тут он ему говорит, убей сына, убей сына, все, принеси в жертву. Сына, которого я тебе помечал, что через него будет потомство, а сейчас я тебе говорю, убей его. То есть, очень-очень было сложно таким людям, как Мошер Абейну, как Авраам Авину, как Илья Аванави, которого тоже гонения были, всех пророков убили, представляете? Народ Бога, Израиль, пророки, все. И тут какая-то приходит Изевель из Ливана, ее звали, кстати, интересно, что имя вот это Изабелла, это вот в Танахе есть, была царица такая, злодейка, ее звали Изевель, Изевель из Ливана была царица, которая уничтожила всех, убила всех пророков. Такая была. И Изабелла, это как, ну, эти же буквы, только чуть по-другому читаются. Значит, ну, написано нам по-простому, что если ты идешь по пути милосердия, будет у тебя вечная жизнь. Если ты идешь по дорожке, по тропинке милосердия, то есть, во всех мелочах, во всех мелочах ты идешь по принципу отдавать, делать добро, то тогда у тебя не будет вообще смерти. Вот так здесь написано, понимай, как хочешь. Опять же, если не учитывать, что есть второй уровень и следующая жизнь, тогда можно найти множество противоречий. Ну, вот этому. Но если исходить из того, что действительно человек умирает, и тут же для него начинается второй уровень, а потом будет грядущий мир, то тогда все понятно. То есть, нет смерти, имеется в виду именно это. В этом мире, в этом мире царствует зло. То есть, царствует зло, побеждает зло, да. Ну, если взять по большому счету, то, ну, зло это смерть, если соединить так, зло это смерть, то все умирает. Все умирает раньше, позже. И мир живет по большому счету материальными интересами, не духовными. То есть, если взять, ну, по большому счету, сколько времени люди уделяют служению Бога, если взять 7 миллиардов человек и взять 24 часа в сутки, 7 миллиардов, и сколько из этих 24 часов в сутки посвящено духовности, то духовности будет посвящено, там, полпроцента. Ну, такому вот, размышлениям о духовности, служениям Богу, добрым делам. То есть, все время человек занимается тем, что он берет себе, берет, берет. Каждый в меру своих возможностей старается себе взять побольше, защититься от зла, сделать себе удобнее какой-то, ну, вот, кусок, там, пространства. Ну, этим это нормально, как мир так живет. Но это все как раз, вот, как сказать, территория зла, материальности. Ну, если расценивать духовность – добро, материальное – зло, ну, и так далее. Теперь давайте, значит, это была 12-я глава, притча. Две вещи, что первое – надо не волноваться, а радоваться. Второе – это что на пути милосердия жизни. Рассказывают, такая есть как притча, был великий мудрец Хафец Хаим, и он был все время радостный. Он был все время радостный, прям вообще радостный. Вообще, святые люди, вот как определяют просветленных, там, говорят, вот он просветленный, или он великий праведник и так далее. Вот эти все великие люди, они все время веселые. То есть, от них такой свет идет, они успокоились. Они ничего не боятся, они никуда не спешат, они, как бы, поймали вот этот свет, ну, внутренний, то есть, они перестали волноваться. И Хафец Хаим был такой из таких самых великих людей. Про него есть, ну, одна из известных историй. Он жил в городе Радин. Он умер где-то в 30-е годы прошлого века, и жил он в городе Радин, это то ли Польша, то ли Белоруссия, ну, Радин. Где-то вот, значит, ну, он решал все вопросы, он был самый такой великий Радин в еврейском мире. К нему приехал как-то один такой купец, сахарозаводчик из, откуда-то из Санкт-Петербурга. Я, кстати, недавно читал, недавно читал про Фаберже. Ну, это ювелирная компания Фаберже, самая крупная ювелирная компания того времени. И что у этих ювелиров Фаберже самые крупные покупатели, и идут фамилии там, купец, не купец, бантир Рабинович из Харькова, бантир такой-то, то есть бриллианты скупали. Чего бриллианты скупали? Ну, смысл в бриллиантах? Ну, какой смысл? Ну, хорошо, или Виксельберг сейчас. Вот Виксельберг скупает сейчас этого Фаберже. Ну, есть у него там несколько миллиардов. Ну, ему, этому Виксельбергу сейчас, дай бог, до 120, но ему сейчас уже, ну, там, 60-70 лет. Ну, что он с этими бриллиантами сделает потом? Он их унесет с собой, он эти миллиарды унесет с собой, он же не унесет ничего. То есть человек, имея миллиарды, может вместо яиц Фаберже сделать мир там лучше, сделать, привести людей к Богу, сделать так, чтобы он пришел, чтобы он умер, и вот там ангелы встречают, о, Виксельберг пришел. А он чем придет? С яйцами Фаберже. Скажет, у меня пару яиц с собой есть, я ж жил. Ну, да. Знаете, как есть ангелы, что один умер, такой бизнесмен, и на, приходят, его судят, ему говорят, все, у вас, значит, вообще никаких заслуг, вы идете в ад. Ну, в ад и потом на полное уничтожение. Он говорит, секунду, как, как же так? Я же, я помню, ко мне вот когда-то приходили, и я же дал там, ну, 10 тысяч долларов вот на Ацдаку. Ну, он миллиардер, но дал там 10 тысяч долларов на Ацдаку. А ему говорят, сейчас проверим, все-таки это серьезное дело, Ацдака ведет в жизни. Значит, проверили, говорят, действительно вы дали, как раз вот тот день, когда вы проститутам заплатили 20 тысяч долларов, вы дали 10 тысяч долларов на Ацдаку, точно было дело, но, говорят, деньги мы вам сейчас вернем. Деньги мы вам сейчас вернем. Так вот, значит, кафе с Каимом приехал такой заводчик, и задает ему вопрос про, куда там вложить очередные миллионы, покупать, не покупать, как защитить, потому что в момент, когда человек зарабатывает миллиарды, для него второй основной вопрос, это как теперь защитить эти миллиарды. То есть, это не, его как бы все ждут, что у тебя стану богатым, и сразу наступит покой и освобождение. Вообще ничего подобного, наступает сразу такая, знаете, сидишь и, ну, как защитить, куда убежать от налогов, куда убежать от этого, в какую страну, где офшоры, там офшоры, здесь офшоры, куда деньги перевезти, как это самое. Ну, то есть, это очень все, очень все непросто у богатых людей. Я недавно совсем был, ну, вот видел, удивило меня, что Формула-1, один из спонсоров, главных на машинах Формула-1, Феррари, Касперский. Ну, Касперский, они прямо так, прямо на машине, такой логотип, красивый все. И мне было очень, я когда-то читал, прям за него переживал сильно, как у него в Москве украли сына. Украли сына, требовали выкуп, там, и так далее. Я думаю, если бы ему заранее сказали, смотри, то есть, не будет твоего логотипа на Феррари, и сына не украдут, ну, что ты выбираешь? То есть, двигаться так или так? Он сказал бы, что, ну, я уверен, что он сказал бы, что лучше, чтобы сына не украли. Ну, сына вернули? Сына вернули, ну, я не, по-моему, вернули? Вернули, да? Ну, слава богу, что сына вернули. Но, в общем, такой приехал к ФСХИМу и говорит ему, уважаемый говорит ФСХИМ, значит, у меня такой-то вопрос, а люди такого уровня, как ФСХИМ, которые в Торе, у них очень ясный взгляд. То есть, они находятся на таком прямом контакте с Богом, и им, в принципе, ему не надо разбираться в бизнесе, ему не надо разбираться в деньгах. Он просто в этот момент, через него идет ответ от Бога. То есть, это просто идет такое вот, ну, то, что он говорит, это он говорит, называется это Дат Тора, как бы понимание Торы, восприятие Торы. То есть, он, я помню, недавно у меня был вопрос, очень такой вопрос вообще. И мне, я задал этот вопрос, там, одному, ну, такому человеку Торы. Он говорит, я даже не знаю, что тебе сказать, съезди на Модилу Кравзильберу. Кравзильберу, Кравыцкаку Зильберу, зацарь Великий Праведник, съезди, вот это тоже я тебе могу сказать. И я еду туда, и прямо у него на Модиле, бах, у меня прям полное происходит прояснение, как будто попадаешь вот в другой мир. Ну, то есть, ведь мозг, это тоже как некий компьютер такой. Я вот туда приехал, и мне сразу все стало ясно. Вот просто реально, как бы вопрос полностью отпал. Так вот, этот миллионер, еще раз возвращаясь к истории, приехал к Кафе Скаиму задать вопрос. И он приехал к нему, остановился в Радине, в каком-то постоялом дворе. Он такой был, ну, миллионер из Санкт-Петербурга, у него дома там были такие, ну, там, дворец целый. И он зашел, когда к Кафе Скаиму, он очень удивился, потому что у него была бедность, бедность. Он жил в простом деревянном домишке с глиняным, с земляным полом. Ходил он в каких-то лаптях без шнурков. Почему без шнурков? Он не хотел тратить время на завязывание шнурков. Но книгу свою, он написал несколько великих книг, например, Мишна Брура. Ну, огромные, величайшие труды он написал, но каждую книгу он проверял там по 30, по 40 раз, чтобы не было ни одной ошибочки. Ну, очень был такой, ну, он расставлял приоритеты, что главное, это была Бог, духовность. И вот, значит, этот богатый промышленник, он, зайдя к нему в бедный дом, он ему говорит, послушайте, говорит, вот вы, вы же глава еврейского народа сейчас, то есть вы самый, ну, величайший мудрец нашего поколения, все ешивы, все мудрецы Торы, там, ну, то есть по его слову решались все вопросы в еврейском религиозном мире, в таком настоящем. Он ему говорит, а вы живете в такой бедности, в такой вообще захудалой, ну, избушке. Говорит, давайте, кстати, сейчас все величайшие мудрецы, вот если посмотреть, главы поколения сегодняшнего, Рафштейнман, Рафхан Каневский, живут в, там, двухкомнатной какие-то квартирке, братья, в, ну, вот, мебель, там, 50-х годов, вот, Рав Ильяшев умер, сейчас ему 104 года было. Он всю жизнь прожил в одной вот такой вот двухкомнатной квартирке, вообще не выезжая, в Мэша Рим. Книги старые, деревянная старая кровать 50-х годов, все, вот это вот было все его имущество. Так, АПЦ Каим ему говорит, вот, говорит, я ваш вопрос очень хорошо понимаю, но, говорит, скажите, вот у вас в Санкт-Петербурге большой же дом, он говорит, огромный, и мебель такая у вас вообще, да? Он говорит, ну, слушайте, у меня мебель, я заказываю мебель там в Лондоне у лучших мастеров. Он говорит, а вот вы сейчас в Радин приехали сюда, остановились в постоялом дворе. Он говорит, да. Он говорит, ну, а вы в постоялый двор тоже обставили, тоже мебель туда заказали, такую же, как у вас дома. Он говорит, нет, я же ненадолго приехал, зачем мне нужно здесь все обставлять. АПЦ Каим говорит, так вы понимаете, я здесь тоже ненадолго. Я в этом мире тоже ненадолго приехал, и мне тратить время на вот эти вот все движения, ну, абсолютно не хочется. Поэтому, но АПЦ Каим, он каждый месяц ложился, например, шел на кладбище, ложился в могилу и представлял, что он умер. И что он умер, он перешел на небо, и он, его Бог спрашивает, ну, как ты прожил свою жизнь? И он жил, исходя вот из этих критериев, что центр его жизни не здесь, ну, там, в комнате, а вот он умер. И его Бог спрашивает, как ты прожил свою жизнь? Я тебе дал возможность, я тебе дал ум, я тебе дал великие возможности по влиянию на мир, а как ты вообще эти возможности использовал? И вторая история про АПЦ Каима, которая нам поможет сегодняшнее применить вот то, что мы изучили, что если есть волнение, так надо радоваться чему-то другому. АПЦ Каим рассказывал такую историю, как жил один бедняк, очень бедный такой человек, а рядом с ним жил богатый, у них были рядом дома. И этот бедный человек, у которого хлеба в доме не было, воды дома не было, электричества не было, очень бедный, вдруг начал орать и прыгать от радости, орать и прыгать от радости. Этот к нему богатый заходит и говорит, что ты орешь и прыгаешь-то? Он говорит, я выиграл в лотерею, выиграл в лотерею миллион долларов. Он говорит, а когда деньги получишь? Он говорит, через год. Он говорит, так а что ты сейчас-то радуешься? У тебя же, ну, ничего же не изменилось, тот же дом, нет воды, нет еды. Ну, есть у тебя бумажка, что ты выиграл миллион долларов, но ты же его получишь через год. Он говорит, так, конечно, я весь этот год буду прыгать от радости и радоваться, что скоро я получу эти деньги. Сейчас пока, да, у меня ничего, фактически ничего не изменилось, но когда я знаю, что меня ждет, то это меня очень сильно радует. Так, он это рассказывал для того, чтобы, когда выполняешь какую-то заповедь, когда ты знаешь, что у тебя есть грядущий мир, когда ты знаешь, что каждая заповедь, каждый шаббат проведенный, каждая дздака, да, дздака спасает от смерти. Ты даешь, там, 100 долларов, 10 долларов, 5 долларов, 1000 долларов, то есть в зависимости от того, что для тебя является деньгами, даешь человеку, который, который нуждается, который, ну, опять же, опять же, даже, даже вот интересно, я недавно читал, что такое милосердие, но без заповеди. Был Энди Орхол. Энди Орхол такой был художник, который из, народ такой, он похож на украинский, но не украинский, русиные они называются. Он был из семьи русинов. И его папа, мама, они были, ну, они живут где-то в Словении, какой-то славянский такой небольшой народ, который похож на украинский, в Украине они живут тоже, русиные они называются. И он, Иванова брата звали, родного Ивана, ну, то есть они были, и он не ангел, его звали Андрей. Андрей его в настоящее имя было. Так вот, он, когда стал богатым, когда люди просили у него деньги, он не давал деньги, а он шел, покупал еду. То есть он не хотел, чтобы деньги, которые он дает, шли на наркотики, на алкоголь, на выпивку. Он хотел, что если его кто-то просит, так я лучше пойду его накормлю. У него был такой подход к милосердию. Если человек верит в Бога, то он, опять же, он берет систему божественную. Божественная система говорит, что нужно максимально помогать тем людям, которые нуждаются, но которые посвятили себя служению Богу. То есть если ты помогаешь, например, красивая синагога, и ты в нее докупил, или церковь докупил в золотую какую-то еще дополнительное украшение, то в принципе это одно, это тоже может быть какое-то важное, хорошее дело. Но когда ты помог человеку, который посвятил себя служению Богу, и ты ему нечего кушать, и ты ему даешь на еду, то это совершенно другой перевод денег в духовную ценность. То есть максимально, если исходить из того, что самое главное это переводить материальное в духовное, то исходя из этого человек выбирает, как ему помогать, кому ему помогать, и как он может свое материальное переводить в духовное. Но в любом случае, когда ты, там, мы проучили сейчас урок Торы, человек помолился, попросил Бога о чем-то, выполнил любую заповедь, в этот момент у него есть духовный вот этот миллион долларов, который, если он об этом думает, то это его может сильно радовать. И он может прыгать до потолка от радости, да, да, ракеты, да, страшно, да, там, может быть, не получить работу одну, не получить работу другую, там, какую-то, да, это все проблемы, это все они есть у любого человека. Есть люди, не дай Бог, вот у одной очень близкой, хорошей знакомой, у нее родной брат умер в 30 лет, лег спать и умер, да, то есть человек как раз вот ходил в спортзал, тренировался, вечером пошел, потренировался и умер. Врачи говорят, у него порог сердца был, ему нельзя было тренироваться, а он не знал этого, именно тренировался и все вот так вот, абсолютно, ну, то есть вот такая вот в 30 лет молодой, ну, здоровый, в принципе, парень, жена, ребенок и так далее. То есть, когда есть, если человек хочет пугаться, он может себя так напугать, что до паранойи, до паранойи вообще, если он хочет радоваться, то он ищет чему радоваться. В материальном мире чему-то радоваться долго не получается. Если человек переходит на вот эту духовную систему ценностей, то он может радоваться, прыгать до потолка от радости, потому что он знает, что у него впереди рай, вечная жизнь, и он будет со своими близкими, с родными, с приятными людьми в хорошей компании. То есть, и он может, в принципе, этому он может радоваться сколько угодно. Но это, опять же, это духовная такая радость. Вот, в общем-то, что мы изучили сегодня из мисли, что два всего пасука. Волнение в сердце человека, он его утопит или отвлечется, и от хорошей вещи будет радоваться. А вторая вещь, это 28-й отрывок, на пути сдать милосердие жизнь, и на дорожках, и на дорогах, и дорожках нет смерти. Это вот мы два выучили таких, как бы, важных совета от царя Солмона, Солма Мелоха. И какие митцводы можно выполнять? Давайте вот, мы начали в тот раз, книга заповедей, повелевающих заповедей истории. И я уже, я точно знаю, что мы выучили, где-то 12 заповедей мы точно выучили. Почему я это знаю? Что я стараюсь теперь, благодаря этой книжке, каждое утро эти заповеди выполнять. Это очень просто, потому что заповеди простые. Первая заповедь, это верить, что есть Бог. И когда ты говоришь, я выполняю заповедь, я верю, что есть Бог, который сотворил мир, в этот момент ты выполняешь как раз повелевающую заповедь истории, через которую ты соединяешься с Богом. Второе, что может быть проще сказать, я верю, что Бог один, что вот Он один, и Он единый, и весь этот мир, это Он. Просто? Просто. Третья заповедь, любить Его. Любить Его, это, это сложнее. И если есть какие-то у человека проблемы, то он в них погружается, и он думает, как же так, как же можно любить Бога, он же мне там вот, я там на работу опаздываю, я должен Бога любить. В этот момент нужно вспомнить, что ты на работу опаздываешь, но у тебя есть руки, ноги, работа, ну и так далее. То есть нужно вспомнить все хорошее, что Бог делает, и углубляясь в Его бесконечную доброту, Его любить. И четвертая заповедь, его надо бояться. При этом нужно помнить, что все это в один момент может разрушиться, и нужно бояться, понимая, что, особенно когда ты уже начинаешь с Богом взаимодействовать, что, ну это не игрушки, то есть ты все время находишься как с царем. Близко тоже нельзя приближаться, особенно, да, если человек не готов близко приближаться, то и не надо. Вот все вот те, кто начинает там каббала изучать, все это как человек, который лезет к царю в первые ряды. Знаете, он сам ничего еще не соблюдает, но он сразу лезет прямо в самые первые ряды. Опасно. Потому что царь если заметит, ну, а когда ты там где-то стоишь издалека, ничего, а когда ты пришел, а у тебя, ну, знаете как, очень часто много людей, у меня просто эта тема, не то, чтобы она меня сильно волнует, но у меня нет однозначного ответа. То есть я знаю, что сейчас очень много людей учит каббалу, и просто смотришь, кажется, что все каббалисты сейчас по красным ниточкам, куда не зайдешь, все в красных ниточках, так как стало, как, ну, как мода такая, да, но с одной стороны они говорят правильные вещи, что есть Бог, Его надо любить, не надо быть эгоистом. И в принципе, ну, как бы это не особо такая, это правильные вещи, это не какая-нибудь каббала, это просто правильные вещи, надо быть добрым, надо любить Бога, и надо любить других людей, помогать другим людям. Теперь, когда начинают изучать, вот все вот эти вот книги, Псферот, ну, начинает действительно книга Зоуаров, изучать какие-то вещи, которые, ну, действительно говорят, как все, вся система работает. Я думаю, что есть от этого огромный вред, огромный вред, и тем людям, кто изучает, и самой системе мироздания. Ну, и говорят знающие люди, которые знают, как точно все работает, система, что есть от этого большой вред. Но, мне кажется, вот то, что, насколько я знаю, как я просматривал, что есть там, Каббала Берга, и я, ну, вот просматривал книги, там, Бог красит губы. Ну, я эту книгу не просматривал, название видел. Мне кажется, что это не просто назвали Каббала, а рассказывают такие простые, ну, такие адаптированные истории, типа, надо быть добрым, не будь эгоистом. То есть, это не та Каббала, которая, в принципе, Каббала. То есть, это просто, как бы, рассказы о том, что надо быть хорошим, и Бог есть. Но назвали это Каббала, потому что людям интересно, ну, само понятие Каббала, тайное знание, и так далее. Ну, раввины сказали, те, которые, как бы, как сказать, носители знания настоящего, они сказали, что это очень вредно. Вот, все вот эти вот вещи, которые сейчас происходят, то, что называют себя Каббала, почему это очень вредно? Потому что они уводят, если они уводят от выполнения заповедей, то это даже преступление, это не просто вредно, это, ну, это огромное преступление. То есть, главное выполнять заповеди. Теперь, значит, Бога надо любить, Его надо бояться. Это четвертая заповедь. Пятая заповедь, это нужно освещать имя Бога. Освещать имя Бога. Значит, как освещать имя Бога публично? Бог написано, прямо в книге Ваикра, написано, что вы не кдашки бытов на Исраиль, и я освещусь среди сынов Израиля. Вот сейчас, например, происходит освещение имени Бога, и об этом никто не говорит, или мало говорят, или я просто, ну, во всяком случае, в русскоязычной прессе и в интернете, в новостях не видно. Идет уже шестой день в Израиле массированный обстрел. Сотни ротет падают на Израиль, и нет, один всего, вот сейчас в реанимации парень из Аштелона, чтобы был ему рифаш, чтобы он выздоровел, один всего лишь тяжелораненый. Представляете, шесть дней на плотно населенный Израиль, на таких городах, как Тель-Авив, ну, там, весь Израиль, в день идет по сто ротет, с целью убить, они же не стреляют, чтобы с целью стрельнуть, они стреляют, с целью убить, и один всего раненый, тяжело. По-моему, трое подростков убиты. Это было, в начале операции, да, в начале, это было трое подростков убиты, а теперь, но, я говорю про, вот эти вот последние шесть дней, как идет, ракеты, да, что нет ни одного убитого, то есть, это чудо, это реальное чудо, когда Бог, он как, говорят, что там, кипат борзель, железный этот, колпак, купол, но это не купол защищает, это Бог защищает, потому что этот купол, он, ну, это чисто, как сказать, этот купол, он может, сейчас он работает, и завтра он может не работать, и не дай Бог, чтобы Бог показал, что смотрите, что это я защищаю, а не купол, потому что, ну, по большому счету, купол, это, ну, это как бы, ну, ради этого не могут испаряться в воздухе, поэтому сейчас есть купол, который, как бы, чуть-чуть преуменьшает чудо, и очень удивительно, что это чудо мало кто замечает, потому что, когда было с Ираком, вот эта война была, 39 скадов, скады вообще были огромные, и вот когда скады не было, ни одного убитого, вот это было вообще чудо, скады, когда эти ракеты огромные, из Ирака стреляли, было, и 39 скадов на Израиль было выстрелено, как 39 ударов за нарушение шаббата, палками, по Торе наказания, 39 ударов палками, и ни одного убитого, это реально, вот это называется, я освещусь среди сынов Израиля, и главное, чтобы это замечали, теперь шестая заповедь, это ходить по путям Бога, быть добрым, то есть, когда вы кому-то помогаете, можно помогать просто так, а можно помогать, потому что Бог сказал, помогать, быть добрым, быть милосердным, быть честным, и так далее, седьмая заповедь, это молиться каждый день Богу, то есть, когда вы просите, Господи, сделай так, чтобы там, вот дождь закончился, это выполнение повелевающей заповеди, Господи, сделай так, чтобы там, выздоровел кто-то, да, это выполнение повелевающей заповеди, молиться, и идти по путям Бога, быть добрым, потому что, когда вы за кого-то молитесь, это значит, чтобы, ну, это быть милосердным, восьмая заповедь, это тфелин шельяд, то есть, мужчины могут утром одеть тфелин на руку и на голову, и это выполнить восьмую, девятую заповедь, повелевающую связанную с тфелином, десятая заповедь, это цицит, кистицицит, и, значит, когда одеваешь тфелин, можно, например, утром одеть тфелин и талин, на талите есть эти кистицицит, ну, такая, талит, и выполнить эту повелевающую заповедь, можно носить в течение дня, те, которые не хотят показывать, что носят цицит, и, кстати, те, кто еще полностью не соблюдают заповеди, может, и не стоит показывать и ходить в цицит, потому что, когда человек в цициты в типе заходит в некошерный ресторан, или делает что-то, что некошерное, ну, например, там, кому-то плохо относится или кого-то откат, так лучше бы он не был в цицит, потому что он делает огромный вред и себе, и Богу, и, то есть, цицит это, ты показываешь, что ты находишься в армии Бога, и ты должен себя вести соответственно, то есть, совершенно другой, как бы, другой спрос людей, которые выглядят как религиозные, и, кстати, когда говорят, а вот религиозные ведут себя там и делают что-то плохое, да, так ответ, что они не религиозные, в тот момент, когда они делают что-то плохое, человек не религиозный, то есть, то, что он одет, как религиозные, это одно, то, что он делает, как не религиозные, это другое, теперь, если он делает что-то неправильно, это не значит, что религиозные это делают, это значит, что тот, кто одет, как религиозные, делает то, что делают не религиозные люди, но не религиозных людей это сильно возмущает, и они говорят, а вот смотрите, мол, религиозные там делают, пристально смотрят, понимаешь но знаете же если вы встречаетесь с плохим неправильным отношением со стороны чека одетого как религиозный это не значит что он религиозный это значит что он переодетый что он такой же как и вы не религиоз да а выглядит мало ли это знаете как путина когда не путина ну да как сборная россии вылетела по футболу из чемпионата так объявили по российскому телевидению что сборной россии на чемпионате не было по футболу а форму можно купить в любом магазине также религиозные то есть форму можно купить в любом магазине цицит продается за три копейки и как можно за три копейки купить и выполнить заповедь также можно просто переодеться и сделать ну преступление которое будет два раза более строго оценено если делает его человек одеты в цицит так теперь одиннадцатая креат шма вот с этой заповедью читать шма эстраэль утром и вечером утром нужно успеть до третьего часа от восхода солнца но если вы встали проснулись до третьего часа от восхода солнца то тогда нужно успеть сказать шма эстраэль ашем элакэ на ашем эхат и хотя бы первый первый отрывок из шма эстраэль молитвы чтобы настроить себя на правильный лад там как раз есть первом отрывке все заповеди и любить бога и бояться бога и и так далее теперь двенадцатая заповедь это мизуза поставить мизузу на вход в дом то есть очень важно иметь хотя бы одну мизузу лучше на все на все входы мизузу проверенную потому что на сегодняшний день опять же люди переодетые как религиозные не могут продавать мизузы которые сделаны на принтере в китае отпечатаны ну то есть это современный как бы мир поэтому покупать мизузы нужно только у проверенных проверенных но людей которые действительно раввины чтобы они были написаны по всем правилам и первое что если человек религиозный и у него и у него значит какие-то начинаются неприятности то часто проверяют мизузу смотрят там ну может быть мизуза на охраняет но есть такой анекдот это чисто израильский анекдот когда такая семья марокканская восточная семья в которой остались традиции но они уже многие семьи не соблюдают заповеди и вот такой вот семье которая традиции соблюдают чуть-чуть они там например делаете душ вечером едут на футбол после этого на машине ну и так далее в но традиции у них есть еще они называются массарти и вот такой семье массарти один на человека жалуются своему там знакомому говорит знаешь говорит у меня сына представляешь по что творится есть только кошерная начал шаббат полностью соблюдать пошел в ешиву ушел с работы пошел в ешиву сидит ешиве учиться все вообще говорит ну то есть стал полностью ортодоксальным религиозным человеком не знаю что делать говорит да такие неприятности вообще надо мизузу пойти проверить ну да 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 шо да но только это наоборот не неприятности это все хорошо но как бы осталось надо мизузу проверить если неприятности но это не неприятности на ворота религиозным да значит это одиннадцатая это шма эстраэль двенадцатая мизуза и вот тринадцатая до тринадцатая заповедь это беркат амазон после ты мы тоже ее уже изучали да было беркат амазон то есть покушал с хлебом значит нужно сказать беркат амазон или хотя бы сокращенный ее вариант когда ты говоришь что вот спасибо богу за тот хлеб за ту еду за то что я ел это это самый минимум то есть на самом деле есть текст установлены мудрецами он есть в любом молитвените в сидуре благословение после еды но как минимум надо просто как в торе написано и покушаешь и насытишься и благословишь бога всесильного твоего то есть как минимум нельзя встать из-за стола не было не поблагодарив бога за то что он дал тебе пищу и четырнадцатая заповедь тоже мы ее уже учили кстати повелевающая заповедь учить тору и обучать торе то есть очень важно учить тору обучать торе сейчас мы занимаемся например мы учим тору но обучать тору вот я например когда не проводил уроки то есть такой замечательный портал обучающий портал толдотру толдотру это там очень много уроков уроков торы разные раввины аудио уроки статьи и так далее теперь человек допустим он работает он сам не может обучать торе но он может зайти на сайт и прямо через сайт пожертвовать там 5 10 долларов на на этот сайт чтобы где туда заходит 15-20 тысяч человек то есть поддерживая тех кто обучает торе ты становишься как сказать партнером в этой заповеди только нужно отметить что я даю деньги на ну как раз я жертву на обучение торе и тогда прям будет конкретно у них прямо у них очень все четко это одна из самых таких ну больших образовательных организаций религиозных израиль для русских это самая большая организация толдотру и так можно выполнять заповедь обучать торе даже если ты не раввины даже если ты сам пока только учишься но ты имеешь партнерство в обучении и но самому обязательно надо тоже учиться в день хотя бы несколько минут надо учиться и последняя пятнадцатая заповедь что каждый из израиля каждый должен написать свит акторы то есть говорят что сегодня эта заповедь выполняется но можно опять же купить букву вторе можно ну когда ты платишь тому кто пишет свит акторы и просишь там чтобы он за тебя написал слова то есть его делаешь как посланца это лучшим в идеале как выполнить эту заповедь теперь по минимуму говорят что есть такое мнение что когда ты покупаешь у тебя дома есть книги книги торы на русском на любом языке то есть когда ты покупаешь святые книги до стоят дома то ты тоже выполняешь эту заповедь дома нужно иметь книжки есть сейчас мне очень нравится я прям сегодня читал как хаббат выпускает хитас на каждую неделю на каждую недельную главу они выпускают толстую книжку такую где есть псалмы недельная глава книга таня истории коситский там ну и так далее то есть очень прям неделю есть чем заниматься можно эти книжки собрать можно дарить ну то есть очень-очень хорошая вещь но принципе нужно иметь дома святые книги хотя бы несколько книг купить себе и вечером чуть-чуть почитал утром чуть почитал выполнил заповедь все сделал дело гулять и последнее тогда у нас чтобы еще сегодня чтобы что-то новое пройти 248 повелевающих заповеди в торе записано но в наше время из-за того что нет храма нет царя и так далее актуально только 78 осталось из повелевающих да ну я сегодня все не успеем и по одной добавляем 16 я хочу 15 я сказал 15 это учи тору сейчас скажу 16 это по 16 это заповедь повелевающая лид дабек бахахамим в талмидеем прилепиться к мудрецам торы и к их ученикам как сказано к богу прилепись не не дворим бог сказал нам прилепись к богу и сказали мудрецы наши в трактате кто бот что тот кто прилепился к мудрецам как будто бы прилепился к божественному присутствию и поэтому нужно стараться жениться на дочке мудреца торы или свою дочку выдать замуж за мудреца торы и нужно с ними стараться кушать и нужно с ними с например есть какой-нибудь мудрец в рошешива например да вот он целыми днями учит тору и так далее есть например у человека бизнес какой-то да он ему говорит слушай да там 100 долларов у тебя будет там полпроцента ну какую-то акцию ему дать хотя бы там одну две три ну чтобы его деньги работали весь магазин то есть тогда он становится ты с ним соединяешься то есть когда человек с кем-то партнер он с ним соединяется в одно целое то есть вот это называется прилепиться к ним ну то есть приносить по как-то имущественно к ним прилепиться и нужно их уважать и слушать с жадностью их слова потому что когда они говорят что то то в любых их словах есть вот этот божественный будут потому что он если он настоящий поставках настоящий мудрец то он все время выполняет заповедь шови сошильными энергетами то есть шухлона рук начинается с того что представляешь что все время находишься перед богом если он настоящий то маги хаха настоящий куда если повезет такого вот найти встретить то он все время на контакте с богом и ты сам простой человек трудоке до такого уровня ему надо посвятить этому десятки лет, а когда ты с ним становишься партнером, каким-то способом, да, слушаешь его и так далее, то с тем поведешься, от того и наберешься. То есть к Богу прилепиться невозможно, но к этому Wi-Fi присоединиться можно. Вот это не просто можно, это повелевающая заповедь, это сделать. И это могут сделать и мужчины, и женщины, кстати. Вот. Хорошо. Все, значит, у нас есть чем заниматься, неделю. Спасибо. 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 Спасибо.